итак всем привет и в этом видео я бы хотел рассказать про такой удобный инструмент как девайс симулятор чтобы его открыть вы можете нажать на вкладку window general и внизу будет девайс симулятор но вот этот девайс симулятор он будет начиная с версии unity 2021 если у вас предыдущие версии то скорее всего вам нужно скачать его можете нажать на package manager и найти в репозитории unity девайс симулятор я думаю это несложно дальше зачем он нужен во первых с ним можно проверить на разных устройствах хотя бы как будет выглядеть ваша игра то есть проверить на так называемую сейв зону то есть например здесь у айфона xr и других подобных айфонов есть челка также на galaxy note можно проверить посмотреть как она будет выглядеть то есть учитывая последние телефоны и и старые телефоны и новые телефоны то есть можно посмотреть например как будет вот этот каплевидный вырез сочетаться с вашей игрой я например увидел что моя панелька она слишком высоко и иногда она исчезает за вот этими всякими штуками поэтому я ее опустил чуть ниже конечно игра еще далеко не идеально она содержит много ошибок вот но я решил что на примере вот таких всяких штук можно показать в общем первое это то что с помощью девайс симулятора вы можете проверить как она будет выглядеть на реальных разных устройствах именно внешне вот например как с таким вырезом будет так далее вот что еще можно еще допустим вы в игре используете input touch input то есть вы буквально вводите принимаете touch от экрана и например здесь в окне игры вы не можете проверить touch только мышкой да вам приходится писать дополнительные всякие штуки проверки но вот здесь симуляторе он понимает touch ну один только touch и да то есть если вам нужен мульти-тач что конечно он не понимает он воспринимает мышку как один touch допустим у вас примитивная какая-то игра вам нужно что-то быстро проверять и вам не обязательно писать дополнительный инструментарий для проверки нажатия вот конечно можно написать что если вы в редакторе то используйте input mouse button или или что-то в этом роде а вот но опять же не обязательно вы можете использовать девайс симулятор здесь можно переключаться на то с помощью чего вы хотите смотреть игра или симулятор либо оставить вот эти две вкладочки я думаю это было полезно в принципе чего-то большего добавить но здесь можно там поворачивать смотреть все такое с эйферию можно включить да то есть чтобы вот четко знать что вот примерно вот здесь с эйферия это такая с эйферия чтобы именно на всех устройствах она совпадала смотреть вот но это уже такие более нюансы вот я думаю тоже было интересно окей вот в принципе и все